Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. Сегодня у нас голубцы. Муж заказал голубцы из говядины, вкусные и при этом малокалорийные. Вот. И сегодня я приготовлю. Приготовим, посмотрим, чем отличаются малокалорийные голубцы от обычных голубцов. Различий довольно много. Попробуем, посчитаем калорийность. Ну и подведем итоги, чем же они отличаются от обычных голубцов. Очень интересно, получится ли? Да, обязательно получится. И, значит, у меня, во-первых, я беру говядину кило сто. Для голубцов, конечно, можно взять любое мясо. Это может быть говядина, это может быть курица, индейка и даже свинина. Но для малокалорийных голубцов мясо должно быть нежирное. Это первое отличие. Вот это может очень сильно влиять на общую итоговую калорийность. Потому что многие говорят, да мы готовим то же самое. Абсолютно такие же голубцы, но почему-то не худеем. На самом деле есть отличия, которые на первый взгляд незаметны. И вот одно из них это нежирное мясо. Дальше я беру для фарша лук 250 грамм и болгарский перец 250 грамм. У меня замороженный. Перец можно заменить, в принципе, любым овощем, который у вас есть, который вам нравится. Либо, например, просто морковкой. В обычные голубцы лука добавляют там, ну, одну, ну, две головки, да? Да, максимум там 200 грамм. Овощей у нас 500 грамм в общей сложности. И сейчас я прокручу это через... Это кроме капусты 500 грамм? Это кроме капусты для фарша. Перец, лук и мясо я перекрутила. Значит, первое отличие полезных малокалорийных голубцов, это нежирное мясо. Второе отличие побольше овощей. И третье отличие рис. Обычно для голубцов, для обычных используют круглозернистый рис. Он очень клейкий, крахмалистый. И это плохо для похудения, для фигуры. Мы используем рис пропаренный. Он не имеет крахмалистости. И он более полезный. Я взяла 100 грамм пропаренного риса. Отварила до полной готовности. У меня получилось 380 грамм готового риса. Рис готовила я в большом количестве воды промывным способом. И теперь я его добавляю к фаршу. Там писали, Марина, как-то, почему он, если пропарен, он белый рис. Нет, вот поэтому я сейчас показала в сыром виде. Да, после того, как сварится, он сырется белый. Конечно, ну, естественно, естественно. Добавляю в фарш 50 миллилитров холодной воды. Солю по вкусу. И добавляю мой любимый набор для фарша. Это чайная ложечка кориандра молотого. По чайной ложке чабреца и мяты сушёной. Можно использовать свежую. И по вкусу чёрный молотый перец. И всё хорошенько перемешиваю. И теперь хорошенько перемешиваю. Фарш готов. Вот на этом этапе фарш нужно понюхать. Я вас уверяю, что вы по аромату специй сразу поймёте, вкусный он или нет. Не пробуя абсолютно. Просто понюхайте. Если специй достаточно, аромату фарша очень приятный, вкусный, привлекательный. Если же вам не понравится, нужно чего-либо добавить. Либо перца, либо кориандра, ну, либо какой-то зелени. Теперь оставляем фарш отдохнуть минут на 15. И будем делать голубцы. Капусту я уже подготовила. Я взяла качан капусты весом 2 килограмма. И отварила до мягкости. Ну, как обычно, всё, что делаем для голубцов. И у меня получилось листьев, которые пригодны для голубцов, 1,1 кг. А фарша примерно почти 2 килограмма без 20 грамм. То есть фарша примерно в 2 раза больше, чем капуста. Беру лист капусты. Я ничего не обрезаю, потому что овощи для нас это всё. Кладу туда немного фарша. И, как обычно, заворачиваю. Просто. Вот так вот. Как всегда. Легко и просто. Да. Всё, готово. И так делаю все голубцы. Офигеть, Марина, ты мастер. Да, голубцы все делают. Нет, обычно срезать вот этот... Ничего срезать не надо. Мы же... Нам нужно больше овощей. Поэтому... Кстати, сколько здесь у тебя овощей вообще всего? Вообще, общее количество овощей получилось. Кило 100 и полкило. Кило 600. А, да. Кило 600. Кило 700. 600 грамм фарша овоща. 500 грамм лук и перец. И кило 100 капусты. Кило 600. Понял. Голубцы готовы. Продолжаем дальше. Затем беру пол-литра воды. И добавляю сюда перечную пасту. 250 грамм. Это паста из болгарского перца. Рецепт есть на канале. Можно взять домашний томат или томатную пасту. Или кому нельзя, например, помидоры, перец. Мало ли, кто-то не любит красное. Можно взять сметану. Развести с водой. Либо вообще просто воду использовать. Не обязательно. То есть можно просто взять воду. Добавляю перечную пасту. Слегка подсаливаю. И перемешиваю. А сколько добавила перечную пасту? 250 грамм. И этого соуса немного прям наливаем на дно. Вот так вот. Достаточно пока. И выкладываем голубцы. Друзья, ещё одно отличие. Чем отличаются малокалорийные голубцы от обычных? Обычно голубцы обжаривают на масле. Сливочном или растительном. Если вы заметили, то мы никакого масла вообще не добавляем. Потому что у нас уже есть мясо, говядина. Там вполне достаточно жиров. Поэтому никакого масла мы не используем. Многие хозяйки, например, могут налить 100 грамм масла. И это незаметно. И кажется, как будто обычные голубцы. Но на них не худеешь. Вот ещё одно отличие. И жарят. И жарят, да, жарят на масле. Вот ещё отличие одно. Мы ничего этого не делаем. Голубцы я сложила в кастрюлю. Добавила два листика лаврового листа. И заливаю оставшимся соусом. Голубцы я сложила плотненько. Прям плотненько. Теперь доведу до кипения. И после закипания буду готовиться на самом маленьком огне под крышкой 50 минут. Всё, закипело. Забываем на 50 минут. Убавляем огонь, да? Да, убавляем огонь на самый маленький. Прошло 50 минут. Голубцы готовы. Дадим им постоять, отдохнуть под крышкой минут 5-10. И будем подавать. И прошло 5-10 минут. Голубцы отдохнули. Смотрите, какая нежная капуста. Ароматная. Вот такая вот начиночка. Подожди, Малыш, я покажу. Подожди. Смотрите. Абсолютно аппетитно. Очень вкусно. Подаем с бульончиком. И можно добавить ещё, например, на порцию чайную ложку сметаны. Какова пищевая ценность наших голубцов малокалорийных? На 100 грамм 79 килокалорий. Вот почему и такая разница. А если приготовить голубцы обычным способом? Потому что у меня на канале уже есть голубцы малокалорийные, да? Ну, многие пишут, некоторые писали, что я готовлю точно такие же, но не худею. Вот и получается, что то же самое, да не то же самое. То есть калорийность разная. Здесь нету излишка жиров. Мясо нежирное. Рис пропаренный. Очень много, достаточно много овощей. И получается, без капли жира, получается 79 килокалорий на 100 грамм. Вот и всё. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Отличного настроения. Успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...